Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Екатерина Юхнова. Сегодня в программе. Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова посетила Азов в рамках проекта «Губернаторский контроль». Азовский водоканал презентовал экспериментальную установку системы для умягчения питьевой воды. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». В Азове реализуются проекты по национальным программам «Образование» и «Комфортная городская среда». В 2024 году планируют создать два крупных объекта. Это школы на 600 мест по улице Гагарина и сквер «Летчикам». Две новые школы в Азове, которые реализуются по национальному проекту образования, находятся на завершающей стадии строительства. Сегодня учебное учреждение на 600 мест в микрорайоне «Авиатор» проинспектировал губернаторский контроль во главе с министром финансов Ростовской области Лилией Федотовой. Во время строительства учебного корпуса часто возникали различные проблемы, независящие от подрядчика, что привело к срыву первоначального срока. В настоящее время предполагаемая дата сдачи объекта – 31 мая. Подрядчика нет. Тоже говорит о его, так скажем, отредственности, что его даже дослужилось приехать вовремя. Ну, я сразу изначально говорю о том, что 1 июня, когда должен быть школа сдана, она не будет сдана. Мы с вами предпоследствием, действительно, надо быть строителем. Все это прекрасно видно. Подрядная гонянца неоднократно уже презентационная работа, поэтому продления второго срока ему не будет. Ему однажды, в прошлом году продлили этот договор до 1 июня. В случае неисполнения обязательств на подрядную организацию будут наложены огромные штрафные санкции. Объект требует срочного завершения строительства, поэтому в настоящее время привлекаются специалисты из Азовского района, которые уже сдали свои объекты по национальным проектам. Строительная готовность по данным строителей 87%, но мы посмотрели, что еще до завершения далеко, есть проблемы. Уточняется проектная документация, выявляются ошибки в ходе строительных работ. За период строительства удорожание объекта уже произошло на 200 миллионов рублей. До сдачи образовательного учреждения осталось полтора месяца, но до сих пор остаются многочисленные недоработки, которые требуют оперативного, а главное – качественного выполнения строительных работ. Второй объект, который посетил губернаторский контроль – сквер «Летчиком». Подрядная организация выполнила большую часть работ в прошлом году. В этом осталось озеленить территорию и подключить наружное освещение. Все располагает к отдыху здесь, особенно в хорошую солнечную погоду. Здесь и густая крона листвы, и установлены лавочки, и даже специально для инвалидов сделаны особые лавочки, где можно не просто сесть, а облокотиться, присесть так, как будет удобно человеку. Ну, конечно, есть и урна для мусора, и для детей разнообразные аттракционные развлечения. Парковая зона уже пользуется большой популярностью у жителей этого района. А в начале мая планируется торжественное открытие полностью благоустроенного сквера «Летчиком». Екатерина Четверикова, Мария Урамова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Азов.Водоканал презентовал экспериментальную установку для умягчения питьевой воды. Этот проект уже успешно реализуется в средней полосе России и на Урале. Азов может стать первым городом в Ростовской области, где планируют внедрить инновационную технологию. Ситуация с качеством питьевой воды не только в Азове, но и во всей Ростовской области стоит очень остро. За последние несколько лет значительно увеличились показатели жесткости и солености воды, что связано с рядом природных явлений. Из-за уменьшения количества атмосферных осадков прогрессирует маловодность низовья реки Дон. Основной способ борьбы с жесткостью воды в домашних условиях – это кипячение. В промышленных масштабах эта процедура очень энерго- и финансово затратна. 16 апреля Азоводоканал презентовал экспериментальную установку системы для смягчения воды. На аппарат подается исходная вода, которой избыточное количество солей. Часть солей нужно убрать. В условиях этого аппарата подаются реагенты в очень маленьком количестве. Это обычная сода, раствор щелочек. Подбирается режим, подается затравочный песок. И на частицах этого песка, примерно размерами, он такой, как в песочных часах, если представлять себе, начинает налипать жесткость. В создаваемых условиях очистки соли, известь и другие тяжелые вещества образуют налет на частичках песка. Такой вид фильтрации выгоден. В дальнейшем отработанные отходы можно использовать для асфальтовой смеси, строительных работ, а также в сельском хозяйстве для удобрения почвы. Для того, чтобы город Азов полностью снабжался питьевой водой, нужно 2-3 установки по несколько тысяч кубов в час. Такие установки уже есть. Уже мы, так скажем, предварительное предложение сделали для этих установок. И они достаточно компактны. Стоимость такой установки для нашего города будет более 800 миллионов рублей. В бюджете города и муниципальном предприятии Азоводоканал такой суммы нет. Для реализации проекта потребуется комплексное решение с возможностью привлечения инвесторов. Наше предприятие не предусмотрено в технологической схеме, например, по жесткости доведения воды до питьевого качества. И бывает колебание качества воды в реке Дон именно по показателю жесткости. Вот эта установка, она позволяет довести к качеству воды по показателю жесткости до норматива. И в настоящее время мы подаем максимально нашим потребителям порядка 40 тысяч кубометров в сутки. И сейчас прорабатывается вопрос. Вот производственные испытания позволят определить именно параметры такой схемы, чтобы позволять обрабатывать такой объем воды. Построенные в 1988 году очистные сооружения при проектировании не были рассчитаны на удаление повышенного количества растворимых природных минеральных веществ. Такая установка по умягчению воды могла бы значительно изменить ситуацию с модернизацией очистных сооружений Азоводоканала. Ведь опреснение воды с ее помощью можно снизить на несколько пунктов. Мария Урамова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» проводится на всей территории нашей страны. Ее задача – привлечь детей, подростков и молодежь к здоровому образу жизни и занятиям спортом и физической культурой. Спортивная площадка Азовской школы номер 11 собрала учеников 1, 5 и 11 классов для встречи с олимпийским чемпионом по тэквондо Алексеем Денисенко. Яркое, зрелищное, веселое мероприятие состоялось сегодня в школе номер 11. В гости к учащимся приехал чемпион Олимпийских игр и провел до ребят зарядку на свежем воздухе. Мы сегодня с честью и с гордостью говорим о том, что на нашей зарядке присутствует наш земляк, уроженец города Батайска, олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, который Олимпиада проходила в Рио-де-Жанейро по тэквондо – это Алексей Денисенко. Алексей Денисенко поделился историей своего спортивного успеха, ответил на все интересующие вопросы и самое главное – провел зарядку, научив правильно распределять нагрузку, делать ее грамотно и оптимально для организма. Дети очень сильно вдохновляют и очень хочется, чтобы дети не просто слышали о своих кумирах, что есть чемпионы, но они могли их потрогать. И чтобы чемпионы делились с ребятами, что в жизни все возможно, что не надо ничего такого уникального, просто нужно очень много работать, трудиться, заниматься и результат он обязательно придет. Под веселую, бодрую музыку дети выполняли интересные ритмичные упражнения, которые зарядили их энергией и отличным настроением на весь день. В этом им помогали и волонтеры, исполнив зажигательный танец. По окончании зарядки самые активные участники были награждены памятными подарками, спортивным инвентарем, а также футболками с надписью «Твой путь к мечте». Екатерина Четверикова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо Сегодня в авторском проекте «Германа Токарева на кухне» мы предлагаем вам один очень необычный рецепт. У него много названий. Кофе по-вьетнамски, кофе по-министерски, кофе гоголь-моголь-эгног. Неизменным в его рецептуре остается только один ингредиент – сырое куриное яйцо. КОНЕЦ Для приготовления кофе по-вьетнамски вам понадобятся кофе, сахарная пудра, сгущённое молоко, яйцо, корица и ваниль или ванильный сахар. Отделяем желток от белка. Добавляем по одной чайной ложке сахарной пудры, сгущённого молока и ванильного сахара. Взбиваем миксером до кремообразного белого состояния. Готовим кофе, тот, который вы любите, растворимый или зерновой, и выкладываем получившийся крем сверху напитка. В завершении присыпаем корицей. Все выпуски и рецепты проекта «На кухне», а также другие сюжеты «Азов.Инфо» вы можете найти в наших социальных сетях – ВКонтакте, Ютуб, Рутуб и Телеграм. Адрес простой – пульс Азова. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочей недели вместе с Пятым каналом. До новых встреч в эфире! В субботу 20 апреля облачно с прояснениями. Днем плюс 19, плюс 20, ночью плюс 15, плюс 18. Влажность воздуха 36%. Ветер восточный – 9-10 метров в секунду. Уровень воды в реке Дон на 106 сантиметров выше отметки 0. Температура воды плюс 13 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 21 апреля облачно с прояснениями. Днем плюс 19, плюс 21, ночью плюс 8, плюс 12. Влажность воздуха 54%. Ветер юго-западный – 7-8 метров в секунду. Уровень воды в реке Дон на 106 сантиметров выше отметки 0. Температура воды плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Воскресенье 21